Дамы и господа! В эфире Маунт Шоу с Даниэлем Кайгермазовым! Ну а уже минус 2 кг. Похудею на 10 кг и возвращаюсь в студию. Так, ладно, отчет я отвлекся. Ну что ж, дорогие мои, поехали. И сначала, как обычно, российские новости. Пожалуйста, так сказать, короткий пересказ событий прошедшей недели. Депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гафнер, советовавший россиянам меньше питаться в кризис, заработал в 2019 году 4 копейки. Это следует из данных, опубликованных на сайте Заксобрания. 4 копейки миллионов долларов? Завтра Бентли купит, еще 3 копейки останется. Какой святой человек, святым духом питается, за идею работает. Личным примером доказывая лох-тарату, что меньше питаться в кризис это возможно. Слушайте, если соответствующие органы закрывают на это глаза, то пусть уже рядом с декларацией о доходах будет еще одна графа. Спрятал. Мешают человеку честно заявлять о спрятанных доходах. Может быть, это единственное, о чем он честно может заявить. А ему палки в колеса ставят. Вот. Дальше. Реа Новости. В Улан-Удэ решили закупить автобусы с цитатами президента России Владимира Путина. Общая стоимость составила почти 200 миллионов рублей. Одна машина обойдется в 4 миллиона 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Тайга.Инфо со ссылкой на госзакупки. Это я так понимаю, чтобы народ цитатами гордился, а не фактами, да? Власти Улан-Удэ хотели отполировать пятую точку, но что-то пошло не так. Серого вещества ведь не хватает, чтобы понять, какое поле для троллинга они замутили. Нет, ну просто сказать, будет больше общественного транспорта. Но нет же, надо обязательно превращать все в культ личности. Надеюсь, там будут цитаты. Пока я президент, пенсионный возраст подниматься не будет. Или мозги им надо поменять, а не конституцию. Или времени на раскачку нет. Или прошу отнестись к этому с пониманием. Я уже молчу про майские указы. А так, если честно, автобусов не хватит. Дальше. Ре-новости в Росстате заявили, что ведомство не станет бороться с россиянами, которые в ходе переписи население будут называть себя эльфами, орками или гоблинами. Говорят, что если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом. Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. Ну, заодно и контуженных посчитают. У психиатров работы поубавится. В душе-то я эльф, но Росст настаивает, что я гном. Да, сказочному правительству только сказочных подданных и не хватало. Интересно, а хоббитов в Кремле посчитают? Да, такими темпами в новостях будут писать. У очередного голума в погонах нашли 15 миллиардов прелестей. Кстати, в любом случае, главная цель налогоплательщиков пересчитать. Хоть эльф, хоть орк, плати налог. А так я знаю таких орков, которые идентифицируют себя как люди. Вот. Дальше. Ефремов отказался признать вину в ДТП. Вину я не признаю. Как я могу признать вину, когда я ничего не помню? Сказал актер. Экспертиза показала, что Ефремов в момент ДТП был вменяем и отдавал отчет в своих действиях. После ДТП в крови артиста помимо алкоголя нашли следы мархуаны и кокаина. В его машине обнаружили гашиш и гашишное масло. Адвокат заявил, что наркотики Ефремову не принадлежали. И Ефремов с трудом узнал себя на видео после ДТП. Люди в черном? Нет, синие в черном. Гражданин ИП продолжает пробивать дно. А зачем тогда записал видео с извинениями? Видимо тоже не помнит. Надо посадить его память, а тело отпустить. Стихи про безнаказанность и беспредел он мог читать наизусть часами. В своем дуппель пьяном состоянии. А тут вдруг ничего не помнит. Ну так налейте ему, пусть все вспомнит. Чтобы его судить, надо оказывается сначала дать ему нажраться. Иначе на следующем заседании он объявит себя потерпевшим. Штормиловка Ефремову не принадлежит, говорит Пашаев. Ага, на прокат взял. Да-да, у него в крови кокаин, нарихуана, но вот гашиш точно не его. Как вы могли подумать такое? Пашаеву чиновником бы работать. Их там нет и в его исполнении выглядят куда эпичнее. Ре новости. Россияне погасили микрозаймы президентскими детскими пособиями. Статистика свидетельствует, что только со второй недели июня, когда россияне стали получать первые пособия на детей, у микрофинансовых организаций значительно улучшилась собираемость долгов. А вот те, у кого детей нет, ничего не погасили и все еще торчат бабло банком. То есть деньги перешли от государства к ростовщикам. То есть реальную помощь от государства умудрились получить мошенники. Можно было сразу перевести деньги туда, без граждан-посредников. Зачем нужно было мутить такую сложную схему? Не, микрозаймы это зло. Это надо быть совсем отчаявшимся, чтобы брать у них деньги. Но такое бывает, когда власти, вместо того, чтобы обеспечить граждан нормальной работой и нормальным заработком, время от времени с барского плеча бросают подачки. Нет, 10 тысяч это тоже неплохо. Хоть за это спасибо. Вот кто-то собрал детей в школу, например, даже. Но, как говорится, если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай ему удочку. Поэтому все же лучше обеспечить людей нормальной работой. Народ не просит миллионную зарплату. Вы хотя бы обеспечьте их той зарплатой, которую рисует Росстат. Вот. А в Москве по подозрению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве задержали 45-летнего проректора МГУ имени Ломоносова Алексея Гришина. Правоохранители штурмом взяли его дворец. Кроме ущерба кредиторам на 183 миллиона, он, как и полагает следствие, вывез за границу более миллиарда рублей. Помимо роскошных апартаментов, на фото попал не менее помпезный автопарк, спортзал, часы стоимостью в несколько миллионов рублей, личный портрет и многое другое. Штурм зимнего дворца 21 век. Он что, продал МГУ? Нихрена себе хата. Вот это я понимаю, напреподавал. Занимался репетиторством. Да и, наверное, у него родители тоже все продали, что заработали. И он все купил. Если проектор живет как император, то даже боюсь представить, как живет ректор. Видимо, у ректора роль крепостных играют студенты. Комната для фитнеса явно лишняя во дворце. Спортзалом он точно не пользовался. Кстати, портрет тоже не с него списан. А с Тони Монтана. Ай, какая глупость в целом утеным. Интересно, это на продаже дипломов так и заработано? Боюсь, в метро купить дешевле будет. Кстати, он еще и экс-министр по строительству в Самарской области. Видимо, на остатке, я бы даже сказал, огрызки от строительства Самара-Арены, дворец себе построил. Ну, не выкидывать же на помойку в самом деле. Почему же в очередной раз кажется, что все это показуха? Или он кому-то в дорогу перешел? Почему я так думаю? А рядом дворцы типа честных работяг, что ли, да? Особенно дворец Меркушкина и его сына. На какие шиши, а? В общем, предлагаю отдать студентам под общагу. Ну, или под пионерский лагерь. Так будет честнее. Дальше. Друзья, мы хотим запустить один очень интересный эксперимент для привлечения новых подписчиков на канал. Вы все в курсе, что из-за частого отключения монетизации на наших выпусках, YouTube порой перестает выдавать наши выпуски в рекомендованных. Мол, типа недопустимый контент. То есть не дает возможности потенциальным подписчикам Мауншоу узнать о нас. Так вот, по примеру вечернего Урганта, мы начинаем запускать сначала целый выпуск, полнометражный. А через несколько дней после запуска, будем из прошедшего выпуска запускать отдельные сюжеты. Это должно помочь проекту. Главное, чтобы вы их тоже смотрели, чтобы статистика не упала. Вот. Очень вас прошу. Как вам такое новшество? Поддерживаете? Пишите в комментах. Вот. Так, ладно, хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся за бугор. Так сказать, за бугровости. Так сказать, чужие странности. Поехали. Президент США Дональд Трамп предложил перенести назначенные на ноябрь президентские выборы. Эту мысль и ее обоснования он изложил у себя в Твиттер. Глава американского государства считает, что это стоит сделать из-за пандемии коронавируса, в условиях которой придется прибегнуть к голосованию по посте. В соревновании «Диктатор года» новый участник. То, чего ждали от батьки, внезапно озвучил Трамп. Колхозник какие-то фейки про ЧВК лепил. А надо было всего лишь признать коронавирус. Глядишь, смог бы тоже от выборов от касси дня. Кстати, я пока не знаю, что там в Белоруссии. Так как 276 выпуск в записи. Как раз записывали, когда избирательные участки еще не закрылись. Про Белоруссию в следующем выпуске. Ну, а чую я, что батька все же заработал свой картофельный геморрой, пытаясь усидеть на двух стульях. Ну, а об этом в следующем выпуске. Так, про выборы в США. Боюсь, у Донии не получится. Байден будет очень против. Потому что рискует не дожить до перенесенных выборов. Он и до ноябрьских особо надежд не питает. Хотя, можно и попробовать. С учетом того, что Байден уже путает свою жену с сестрой. И на дебатах заявляет, что он обязательно победит Байдена. То есть высокая вероятность, что Байден просто не вспомнит, что выборы перенесли. Ну, если не получится, пусть через наши госуслуги голосуют. Все равно опять нас обвинят. Пусть еще поправки в Конституцию внесет. Можем предложить наши пеньки и лавочки для проведения голосования. Потом пусть арестует техасского губера. Пусть еще задержат в Вашингтоне непьющих россиян с кучей презервативов в кармане. Кстати, а возле Вашингтона есть санатории? Капец. Уже 4 года прошло. Как быстро летит время. Хотя да, 4 года это не 6 лет. 4 года это даже не 36 лет. Дальше. Трамп подписал указ о борьбе с ТикТок. А в документе говорится, что распространение в Соединенных Штатах приложений, которые были разработаны в КНР и принадлежат китайским компаниям, угрожают над безопасностью, внешней политике и экономике США. А говорят, приложение собирает данные граждан США. Мы установили дату 15 сентября. В этот день ТикТок прекратить работу в США. Но если Майкрософт или кто-то еще купит его, то это будет интересно, заявил Трамп. А то правительство США не собирает данные пользователей. И не только своей страны. Но это, конечно же, другое. США, конечно, всепланетный гопник. Нравится, отжал. Но китайцы, чья об коровом мочала, вы тоже хороши. Заблокировали Google, YouTube и так далее. Так что один-один. С другой стороны, ожидается тотальное повышение IQ людей в США. Правда, только через 37 дней. Вопрос только в том, куда мутанты из ТикТока побегут. Ну, есть еще VPN. Но, честно говоря, знаете, ей пришлось недавно ознакомиться с контентом в ТикТок. Уверенно заявляю, подавляющее большинство людей, зависающих в ТикТок, не смогут в VPN. Заметьте, они не хотят его закрыть. Хотят купить. Ну да, зачем блокировать то, что делает из человека дубину? Лучше купить. Дальше. В Австралии изобрели приложение Паучий Шазам. С его помощью человек сможет определить, насколько опасны пауки и змей, оказавшиеся перед ним. Австралийцы изобрели свой Покемон Го. Вы знаете, что-то все меньше и меньше хочется поехать в эту Австралию. Целый континент, как Форт Боярд. Точно, их гимн нужно поменять на музло из передачи Форт Боярд. Приложение. Мне кажется, у человека при виде паука, размером больше, чем его башка, не будет возникать вопросов, а ядовит ли он. Я уже молчу про попытку пошазамить его. Будет эпично, если приложение скажет, не могу распознать, сделайте фото с близкого расстояния. Если я каким-то чудом не убегу, то моим шазамом уж точно будет тапок. Или что-то потяжелее. Да и знаете, что самое хреновое? Это вовсе не встретить гигантского паука. Самое хреновое – это потерять его из виду. Хотя для австралийца, наверное, это нормально, выйдя на улицу, увидеть соседа, прогоняющего пауков из дома. В России же все наоборот. Выйдя на улицу, увидеть пауков, прогоняющих соседа из дома. Россиянам стали приходить СМС с предложением получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США за информацию о вмешательстве в американские выборы. Ссылка в сообщении ведет на верифицированный твиттер-аккаунт программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию». Позже в Госдепе подтвердили информацию о том, что это их ведомство проводило СМС-рассылку среди граждан России, а не мошенники. Для нашего правительства звучит как бизнес-план. Те все равно не отстанут, а тут хоть с паршивой козы шерсти клок в сумме 10 лямов. Это как китайцы продавали индусам, выступающих против Китая, футболки с надписью «Байкот Китаю». Хорошая организация этот Госдеп и конкурсы интересные, призы хорошие. Готов вмешаться в ваши выборы не только президента, но и Конгресса. «Деньги вперед. Как только получу, сразу вмешаюсь и сдамся». Не, сдамся за миллиард. Я вам расскажу за 10 лямов такое, что вам и не снилось. А то только адвокаты пишут из Нигерии про наследство. Хотя, кажется, с наследством тема понадежнее, чем этот развод от Госдепа. Госдеп США выпустил доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», где описано, как устроена экосистема российской пропаганды. Согласно документу, для пропаганды в России используются СМИ. По мнению США, в качестве основ системы пропаганды Москва использует глобальное вещание, а также социальные сети. В качестве примеров приводятся заголовки из российских СМИ, такие, как Жириновский назвал коронавирус в Китае биологическим оружием США. Чья б корова мычала. США перечислили то, чем круглосуточно занимаются сами. Даже сам их доклад является пропагандой. Какой-то американский аналог фразы «Это Обама нам в лифте кучу наложил». Пример Жирика так вообще трындец. У них в Конгрессе Пелоси и Максим Уотерс такую дичь гонят на официальном уровне, что хоть стоя, хоть падай. А они нашего клоуна из ручной партии в пример привели. Экосистема российской пропаганды списана с американской. Только запаздывает иногда. А так братья-близнецы. Правда, нашим троллям, говорят, платят всего 15 рублей за сообщение. А троллям из США, наверное, чуть больше. Ну, долларов 10, наверное, может. А так и те, и те фейковые патриоты. За 15 рублей и 10 долларов мать родную продадут, а не только родину. Вот. В общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграм, Инстаграм, в Одноклассниках, где есть информация о готовящихся выпусках. Ссылки в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки, дорогие мои. Берегите себя.